Пять лет парламент не продержится. Вопрос только, сколько продержится. Год, два, чуть больше. Скажу почему. Потому что парламент принимался в особых условиях. После резкого обвала предыдущего полицейского режима, в очень неопределенной ситуации, в нестабильной ситуации, при нестабильных интересах. Точнее, в стране очень мало стабильных интересов. Фактически настроение доминирует. Не электоральное делается, а электоральное настроение. А настроение, знаете, самое хорошее за этот год. Настроение очень меняется. Это первое. Поэтому не исключено, что через год настроение будет меняться. В разную сторону. Поэтому, значит, этот парламент уже как бы время его будет отбережать, он будет отставать от проектов. И второй момент. Знаете, вот сейчас главный критерий избрания депутатов или избрания моего парламента, это так называемые новые лица. И главный критерий не столько профессионализм, сколько, так сказать, патриотизм, участие в АТО, гражданский активизм и так далее. Отсюда очень много героев фронта, героев Майдана, парламент, и очень много молодых лет. 25-30 лет. Профессионализма мало. А сейчас вот в стране нужен профессионализм, потому что надо заново отстраивать все. Все отстраивать надо. Поэтому этот парламент, вот и слова, готовые время, он уже отстал от требований времени. Запросы на строительство сильного, деоспособного современного государства. И это станет очевидным. Через полгода это станет ясным, что не успев избравших, этот парламент уже в какой-то степени начинает ускориться. Потому что ситуация будет меняться очень быстро. Ситуация очень нестабильна. Мы живем в эпоху мировой, а не только внутриукраинской формулентности. Поэтому кризисы у нас будут сопровождать. И, возможно, одним из инструментов такого антикризисного реагирования будет новый выбор. Для того, чтобы выпустить парку, чтобы люди получили новых депутатов, успокоились на время. Но я надеюсь, что последующие выборы все-таки критерий профессионализма вернется в избирательной компании. И они и критерий профессионализма ставят вровень с критериями патриотизма, молодости, прогрессивности, взявления.